Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы поговорим о важном и актуальном вопросе для цитологических исследований об окрашивании микропрепаратов. Современные методики, методы окрашивания, ошибки преаналитического и аналитического этапов. Об этом и многом другом мы поговорим с одним из ведущих экспертов в отрасли, Котовым Виталием Анатольевичем. Виталий Анатольевич, мы уверены, что ваш огромный опыт нам сегодня помогут разобраться в этом непростом достаточно вопросе, и наше видеоинтервью будет неким гидом для цитологов в их непростом деле. Давайте для начала поговорим об окрашивании. Скажите, пожалуйста, зачем в принципе мы проводим окрашивание микропрепаратов? Прежде всего нужно сказать, что цитологическое исследование всегда предполагает окрашивание цитологических препаратов. За моё долгое время преподавания я однажды только встретился со слушателем после диплома образования, который сказал, что они исследуют неокрашенные цитологические препараты. Окрашивание цитологических препаратов – это аксиома, то есть все препараты должны окрашиваться. И в окрашенных препаратах мы выявляем около 10 критериев различных клеток, которые затем мы анализируем и на основании этого анализа ставим диагноз. Важно отметить, что в цитологии всегда используются полихромные красители. Например, многими любимая окраска врачами клинической лабораторной диагностики метиленовый синий не годится для цитологического исследования. В окрашенных препаратах важным является адекватность полученного материала. Что значит адекватность? То есть он должен быть пригоден для исследования. Иногда в препаратах мы видим только слизь, межуточную субстанцию, детрит. Иногда препараты взяты некачественно. Иногда могут быть только элементы воспаления или эритроциты. И может быть малое количество клеток, которые не позволяют нам делать утвердительное заключение. Иногда материал будет просто неинформативный. Иногда бывают толстые мазки при традиционной цитологии. Так какие все-таки критерии нужны для того, чтобы мы оценили препарат как адекватный? Адекватный препарат это наличие клеток в достаточном количестве, что позволяет сделать цитологическое заключение. Какие в общем техники окрашивания сейчас существуют? Какие существуют мировые и российские стандарты окрашивания? Вопрос неоднозначный. Дело в том, что у нас в России существует несколько нормативных документов, которые иногда противоречат друг другу. Например, согласно приказу номер 380, стандартными методами окрашивания являются первые – это азуразин в различных модификациях, затем окраска по Папу Николау, окраска гемотексилиным и азином. Если мы посмотрим ГОСТ от 2020 года, то там рассматриваются только окраски азуразином в различных модификациях и окраска по Папу Николау, и совершенно не упоминаются окраски гемотексилиным и азином. Если мы говорим о приказе по организации проведения профосмотров, там жестко устанавливается окраска только по Папу Николау, и не допускаются другие методы окрашивания. Таким образом, получается у нас стандартизация довольно неоднозначная. Но помимо основных методов окрашивания, существуют и дополнительные методы окрашивания, конечно. Это и иммуно-цитохимические исследования, это и цитохимические исследования, например, на выявление амилоида, слизи. Кроме того, выявляются и этиологические факторы при помощи, например, реакции на микобактерию туберкулеза, на геликобактер пилори. Таким образом, в каждой лаборатории должен быть определенный набор, арсенал методик окрашивания, и применяются они в зависимости от конкретной клинической задачи для диагностики. Также есть и ускоренные методы окраски, например, Дивквик и ее аналоги. Спасибо. Сейчас окрашивание по Папу Николау является мировым стандартом, и с недавних пор и российским стандартом. Что это за метод? Расскажите, пожалуйста, о нем поподробнее. Окраска Папа Николау названа по имени автора Георгиуса Папа Николау. Он впервые опубликовал эту окраску в 1942 году, затем были модификации этого окраски в 1954-1960 годах. И она используется не только для окрашивания материала скрининговых исследований, но и для других локализаций. Какие ее преимущества? Одно из главных преимуществ окраски Папа Николау является прозрачность мазка, что предполагает качественный просмотр материала. Затем нет ущерба дифференциации клеток различных эпителиальных клеток. Кроме того, очень четко и тонко мы можем оценить структуру хроматина ядер. И главное преимущество, что она полихромная. То есть помимо красного и синего цвета, как при окраске, азуромазином, гематоксиномазином, есть и другие цвета, в частности оранжевый, когда мы видим кератоз, или зеленый цвет, когда мы видим оттенки цитоплазмы, все это имеет диагностическое значение. Но совершенно это не значит, что нужно использовать только одну окраску Папа Николау. Нужно использовать и другие стандартные методы окраски. А что представляют из себя красители для окраски Папа Николау? Как выбрать подходящие для своей лаборатории? Нэтиловым, спиртинный, изопропиловым. Одна-двухкомпонентные. Красители, входящие в состав окраски Папа Николау, это три основных красителя. Первый окрашивающий раствор – это гематоксилина Хариса или гематоксилина Гила. Он окрашивает ядра клеток. В своих работах Папа Николау использовал, разумеется, гематоксилин Хариса, но затем были модификации с использованием и гематоксилина Гила. Второй окрашивающий раствор, который окрашивает цитоплазму – это оранжевый 6 или OG6. Он используется для именно окраски цитоплазмы, и обозначение его связано с тем, что в нем находится еще небольшое количество фосфорно-вольфрамовой кислоты. Третий окрашивающий состав, раствор, он стоит из трех красителей – один Y, светло-зеленый SF желтоватый и бисмарк-коричневый. Это тоже позволяет выявлять оттенки цитоплазмы. Все в совокупности позволяет более качественно оценивать клетку, ее цитоплазму, ядро, и, соответственно, вот этот анализ клетки позволяет, соответственно, и более качественно ставить диагноз. Выбор модификации окраски по подникалову зависит от многих факторов – финансовых, организационных. Если краситель приготовлен качественно, то, конечно, не имеет смысла его готовить самому. И в настоящее время тренд у нас такой – это импортозамещение, поэтому, если качественно приготовлены составляющие окраски по подникалову отечественными производителями, то, конечно, ему можно пользоваться так же, как и импортными. И вообще, мое мнение остается прежним, дело совершенно не в окрасках, а в искусстве работы самого специалиста, врача-цитолога. Мы иногда привыкаем к одной окраске, и должны помнить, что наши коллеги-врачи-патолого-анатомы спокойно используют различные красители. Почему мы не можем это делать? Существуют ли какие-то особенности окраски по Папа Николау? Конечно, существуют. Если мы говорим о классическом методе окрашивания по Папа Николау, это 29 этапов и полтора часа рабочего времени. Мне однажды приходилось наблюдать очень неприглядную картину, когда лаборанта попросили окрашивать препараты за обычным столом, и вот полтора часа она перекладывала из одной кюветы в другую. Вы знаете, там есть и вредные вещества. Конечно, для окрашивания Папа Николау, такого длительного, нужны специальные автоматы для окраски. Что касается разновидностей, как я уже говорил, есть три разновидности окраски Папа Николау, которые сам придумал Папа Николау. Есть так называемый регрессивный метод окраски, прогрессивный метод окраски, к которому Папа Николау в конце концов пришел. Есть окраска Папа Николау модификации ГИЛа и некоторые другие модификации, в частности, ускоренный метод окраски, который сейчас достаточно широко применяется. Давайте поговорим с вами о фиксации. Это все-таки очень важный вопрос, очень сложный вопрос на самом деле. Чем лучше фиксировать, как лучше фиксировать, должен ли фиксировать врач-гинеколог? Вот ваше мнение на этот счет. Особенностью окраски Папа Николау является срочной фиксацией материала. Здесь идет расчет времени не на минуту, а на секунды. То есть в течение 10-20 секунд после взятия материала он должен быть зафиксирован. Соответственно, кто этим занимается? Врач, который получает материал? Гинеколог или другой врач-клиницист? Иногда может помочь и врач-цитолог при использовании так же современной технологии РОУС, когда идет оценка материала на месте, и врач-цитолог тогда может тоже помочь зафиксировать материал. Какие варианты фиксации? Ну, прежде всего, это использование 95-процентного этилового спирта. Это может быть опускание препаратов в спирт, и, соответственно, 15-20 минут там находится этот материал. Либо создание аэрозоля из этого спирта при помощи баллончиков аэрозольных или каких-то... Либо будет использоваться так же добавление полиэтиленгликоля для создания пленки, которая позволяет предоставлять клеточные структуры от разрушения. То есть, еще раз повторяю, фиксация должна быть срочной. А чем лучше покрывать? Пленкой или стеклом? Мое мнение, обязательно нужно покрывать, прежде всего, препараты. Это для нас пока не стандарт. В патологической анатомии нельзя представить себе гистологический препарат, не покрытый покровным стеклом. Что это дает? Во-первых, лучше сохраняются препараты. Во-вторых, мы можем использовать объектив 40, потому что если не использовать вот эту дополнительную оптическую среду, то при просмотре препаратов с объективом 40 мы видим мутную картину. Ну, так сказать бы, иногда находятся умельцы, которые покрывают вместо покровного стекла или пленки маслом, но это очень тоже неприглядная картина, и микроскоп, и сами светологи все оказываются в масле. И это должно быть стандартом. Стандартным, как патологическое анатомии, я считаю. А чем пользуетесь вы? Обычно используем покровные стекла. Бывает ли такое, что неправильно привели окраску? Что делать в такие моменты? И вообще, как можно понять, что окраска проведена неправильно? Ну, я бы так ответил на этот вопрос. Прежде всего, качество окраски должен оценивать лаборант. И у лаборанта должна быть микроскопия материала, который он окрашивает. Опытный лаборант сразу заметит, как он провел окраску. Если же это не случилось, то врач должен сделать замечание лаборанту и попросить перекрасить материал. С чем связана некачественная окраска? Это могут быть различные факторы. Это может быть некачественный краситель. Это может быть несоблюдение правил окраски. Это могут быть какие-то субъективные факторы, связанные с работой самого лаборанта. Он мог отлечься и недостаточно качественно построить, покрасить материал. Но в моей практике случались, были такие случаи, когда несколько раз окрашиваешь препарат, он все равно некачественный. Это иногда бывает связано не с техникой окраски, а с качеством самого материала. Бывают дистрофические процессы, воспалительные. Все зависит от того, как взят материал. То есть это тоже нужно иметь в виду. Поэтому крайне важна стандартизация окраски. И в качестве стандартизации можно рекомендовать использование стенеров, то есть автоматических устройств для окраски. А в вашей лаборатории какие методы окраски используются? И что бы вы могли посоветовать своим коллегам, порекомендовать, может быть, коллегам? За мою многолетнюю практику я использовал различные окраски. Смотрел препарат, используем различных окрасок. И нужно сказать, что, еще раз повторю свою мысль, что дело, конечно, не в окраске, а в искусстве врача, производящего цитологического исследования. Окраски должны быть использованы под конкретную клиническую задачу. Если мы исследуем, например, лимфатические узлы, щитовидную железу, то лучше окрашивать препараты азуразина. Если мы исследуем эксиллятивный материал, то он, как правило, толстый. Лучше использовать, конечно, гематоксиленазин или Папа-Николау. То есть все зависит от конкретной клинической задачи. Ну вот в России стандарт Папа-Николау ввели где-то 4, ну, около 4-5 лет назад. Все ли перешли уже на этот стандарт? Если нет, то что мешает перейти? Ну, по этому поводу я хотел бы рассказать о том, что я вижу на своих занятиях со слушателями. Я всегда спрашиваю в аудитории, кто проводит окраску Папу-Николау. И, как правило, в группе из 20-25 человек поднимается одна или две руки. То есть это крайне редкий метод у нас окрашивания. И, к сожалению, наши многие приказы, они носят такой рекомендательный характер. Это как вектор направления. Но для того, чтобы это использовалось в каждой лаборатории, должен пройти определенный период. Должны быть определенные финансовые затраты. Должны быть организоны какие-то моменты решаться. То есть это не произойдет достаточно быстро. Сколько тестов должно проводиться по окраске Папы-Николау? И сколько сейчас проводится, в принципе? Большая ли разница? Я бы так ответил на этот вопрос. К сожалению, до сих пор цитологическая служба, она не существует как таковая. Нет специальности врач-цитолог или врач-клинический цитолог. Поэтому ответить на этот вопрос невозможно. Понятно, что стандарты и требования мы должны все выполнять. Но, исходя из вашего личного опыта, скажите, пожалуйста, стоит ли переходить на окраску Папы-Николау? Что это даст врачу? Будет ли какой-то положительный результат? Конечно, будет положительный результат. Дело в том, что окраска Папа-Николау – это общий мировой стандарт. Во всех странах практически эта окраска используется для исследований цитологических препаратов. Кроме того, в последние годы мы используем для оценки материала и шейки матки классификацию Бетезда 2014 года. Она полностью построена на окраске Папа-Николау. И в атласе, который иллюстрирует те изменения, которые мы должны видеть в препаратах, они тоже в основном все препараты окрашены Папа-Николау. Таким образом, чтобы находиться вместе с мировым сообществом цитологическим, мы, конечно, должны эту использовать окраску. Но раз мы уже говорили о мировом сообществе, какие сейчас в принципе тенденции существуют, куда идет цитологическое сообщество во всем мире? Вопрос очень интересный и важный. Дело в том, что, конечно, намечаются и наметились, и существуют определенные тенденции. В частности, это использование молекулярно-генетических методов. Если мы посмотрим классификации ВОЗ 5-е издания по различным локализациям, многие формы определяются именно по генетическим факторам. Далее, конечно, важна технология РОУС. Она подразумевает оценку на месте. Что это значит? Цитолог присутствует при взятии материала, особенно получаемый диагностически сложными, высокотехнологичными методами. Он оценивает препарат и говорит, что да, это материал адекватный, не нужно пунктировать, например, второй раз. Кроме того, он сортирует материал на генетические методы, на цитологические, на мактериологические. Вот эта методика очень важна. Не утихают споры о жидкостной цитологии. Есть и за мнение, есть и против. Но, наверное, многие не отмечают достоинства этого метода. А именно, это возможность исследования материала не только цитологические, но и проведения ПЦР-реакций, молекулярно-генетических исследований и других. Кроме того, возможность использовать автоматизированных систем, что очень важно. Но главный недостаток этого метода – это большая стоимость. Поэтому все это должно экономически просчитываться, чтобы это было целесообразно. Сейчас ПАП-тест используется как один из методов скрининга рака шейки матки во всем мире. В нашей стране скрининг только начинает набирать обороты. Скажите, пожалуйста, как долго мы будем идти к мировым стандартам и выйдем на мировой уровне в этом вопросе, на Ваш взгляд? На мой взгляд, это долгая история. Во-первых, у нас нет национальной программы скрининга. Ее не существует. Скрининг у нас не организованный, а портунистический. Нужно отметить, что хотя Ассоциация клинических цитологов России предлагала свой проект национального скрининга, выпускала свои методические рекомендации, выпускаются отдельные приказы. Но все это пока на уровне развития. Поэтому, чтобы выйти на уровень других стран, в частности, соседней с нами Финляндии, нужно достаточно длительное время. И вот многих останавливает тот факт, мне кажется, что бы оценить результаты программы должно пройти 15-20 лет. Это достаточно большой срок. Это не сиюминутные результаты. И, конечно, хотелось бы говорить о главном с нашей точки зрения цитологов. У нас, к сожалению, не существует специальности, клиническая цитология. Соответственно, нет иерархии построения цитологической службы в стране, нет главных специалистов, нет формализованных отчетов, не налажена система подготовки кадров, начиная от колледжа, вуз, ординатура, после диплома образования. Все это проблемы, которые нужно решать. И для этого нужно время и силы прилагать. Но все равно я смотрю с оптимизмом в будущее, мне кажется, эти проблемы будут решены. Большое спасибо за внимание. Напомню, что мы беседовали с одним из ведущих экспертов в области цитологии, Котовым Виталием Анатольевичем. До новых встреч!